МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российская Академия художеств представляет выставку проекта «Живописная Россия», посвященную современной жизни нашей страны. Взгляд на культурное наследие отражен в картинах как известных мастеров, так и молодых художников. Работу увидел Антон Николаев. Эта картина называется «Рассада», и она в полной мере отражает главную тему выставки «Живописная Россия». Город, природа и человек, который живет, ну или мечется между ними. Одни художники, используя теплые краски, пытаются делать городу комплименты. Но как ни пытайся посмотреть на современный мегаполис глазами Геннадия Шпаликова, 60-х с их оттепелью и связанными с нею надеждами все равно не вернуть. Другие пишут более реалистично, и это не мрачный взгляд автора, а, наверное, действительность, как она есть. На мой взгляд, это очень интересная тема, и это один из первых попыток в проекте показать творчество современных людей, как они отображают ту среду, в которой живут, в которой находятся. И я думаю, что это послужит началом еще и дальнейших проектов, потому что тема очень объемная. Эта картина ректора Суриковского института художника Анатолия Любавина называется «В мастерской». Художник как бы доказывает себе и зрителям, что и мастерство самого живописца – это, конечно, талант, но и труд тоже. В этом произведении я хотел рассказать о кухне художника, что художник от краски, они пачкаются, они льются, текут. Ты используешь какие-то растворители масляные. Это тоже все живое течет. И вот я не скрываю, что это сделано на холсте. Картина, которая складывается в итоге, подводит к неутешительному выводу. Современные города для творчества художников-живописцев – среда недружественная и токсичная. И хотя почти все крупные и самые важные музеи, картины и галереи находятся в городах, для творчества художники по-прежнему выбирают русскую глубинку. Антон Николаев, Василий Сидоров. Новости культуры.